Здравствуйте! Добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Наша недельная глава – Пинхас. На самом деле, Пинхас – это прямое продолжение конца предыдущей недельной главы. То есть начинается глава с того, что Пинхасу дают награду за его героический поступок, который он совершил в конце предыдущей главы. В конце предыдущей главы, главы Балак, Пинхас убил двоих грешников. И таким образом он остановил, там был страшный морд, был страшный морд, погибло 24 тысячи людей. В нашей недельной главе, интересно, что прошла как бы целая неделя, чтобы осмыслить, что произошло. Начинается наша недельная глава. И говорил Господь, обращаясь к Мойше, что Пинхас, сына Лазара, сын Аарон Коэна, он отвратил мой грех, и он заслуживает награду. Интересно, какая его награда? Это его две награды. И вон написано, что ему дали союз мира. Очень интересно, ему дают, если так можно сказать, мировую, Нобелевскую премию мира, если так можно сказать, за то, что он кого-то убил. Но он привел мир таким образом между евреями и Богом, и дают союз мира, и он становится Коэном. Хоть он и был внуком Аарона, но Коэнами стали в пустыне только Аарон и его четыре сына. Пинхаса не помазали, поскольку он уже женился, то есть он уже родился к тому времени. То есть на самом деле, если бы он родился позже, все потомки Аарона автоматически становятся Коэнами. Но поскольку Пинхас уже к тому времени был жив, и его не помазали, он не стал автоматически Коэном. В нашей недельной главе он получает заслуженно свою Коэн. Он становится тоже Коэном. Более того, приводится, что именно его потомки, в основном именно его потомки служили главными Коэнами в храме. И комментарии говорят, что он как бы заслуженно получает свою награду. Он как бы подчеркивается, что заслуженная награда, потому что он, кстати, он жертвовал жизнью, он рисковал жизнью, он не знал, что он даже выжил, он зашел в Калена Шимена. Глава Калена Шимена, один из глав, или самый главный Калена Шимена, он занимался развратом. И когда Пинхас пришел его убить, по идее, все Калена Шимена могло его, причем честным образом, убить. То есть он, рискуя жизнью, отвратил Всевышнего гнев, и за это он получает вот эту награду. Так что, немножко лучше понять, почему-то такая заслуженная награда, очень интересно, заслуженная награда. Я видел прекрасный пример, который рассказывается о Дубномаге. Дубномаге, он был знаменит своими примерами. Он был великим раввином тоже, но он вышел как бы в историю Вейского народа, что у него комментарии на Тору, он приводит интересные примеры, на почве которых можно лучше понять наши недельные главы. Так этот великий Дубномагет, он приводит такой пример, что был рабочий, он работал под мастерью, он работал на хозяина. И договор был такой, что там была такая серьезная работа, ему платили едой. То есть ему давали место жить, ему давали трехразовое питание. Значит, за это он как бы работал на своего хозяина. Так довольно-таки долго это продолжалось. Однажды это было в Пуром. И во время Пуромской трапезы, что было в Пуромской трапезе, все сидят, веселятся, пьют. И, соответственно, этот рабочий тоже находится на той трапезе, часть его как бы заслуженной платы. И именно в это время пришел покупатель. Пришел какой-то очень хороший покупатель, который хотел очень много купить у хозяина чего-то. Как я понимаю, он был не евреем, потому что кто-то в Пуром ходит по магазинам. Еврейское счастье. И вот именно посредине Пуромской трапезы приходит стукбер и говорит, вы знаете, я хочу у вас что-то купить. И хозяин говорит, что нет, извините, я сейчас во время трапезы, придите завтра, я вам все покажу. Завтра я не смогу. И вот этот подмастер, вот этот парнишка вскочил и говорит, давайте я сбегаю, ничего страшного. Хозяин говорит, ну что ты, то есть тоже ты посредине Пуромской трапезы, давай, ты сейчас кушаешь. Ну ничего, давайте, я аж быстро. И так и было. Он сбегал действительно в магазин, открыл магазин, он показал все, что надо, то, что они продают, то есть то, что они производили и продавали, он показал покупать, а все, что надо было, продал и вернулся на трапезу. После Пурома хозяин пришел к этому парнишке и говорит, сколько я тебе должен, я хочу тебе заплатить за всю твою работу, ты у меня несколько лет уже работаешь, я хочу тебе заплатить зарплату. Парнишка говорит, мы же договаривались, все в порядке, мы договаривались, что я работаю за еду, вы меня кормите и мне есть где спать. И тут хозяин сказал, что я просто думал, что для тебя еда – это самое главное. Он был молодой. И его хорошо, как по всему видать, его хорошо кормили. И хозяин сказал, я просто думал, что я тебе для тебя даю, замечательно, тебя кормят, поят. И я думаю, для тебя это самое важное. Теперь я увидел, что ты готов был пожертвовать пуромской трапезой ради этого дела. Так я понял, что для тебя, значит, еда не самое главное. Я понял, что может быть, то, что я тебе плачу, это неправильно. Я просто думал, что для тебя это самое важное, теперь я вижу, у тебя есть более важные вещи в мире, значит, я тебе не доплачиваю. Поэтому я чувствую, что я тебе должен теперь заплатить, теперь по заслуге, я тебе должен заплатить за всю твою работу. Так, Пинхас, то же самое, очень интересно. Любой человек на самом деле, надо это не забывать, люди, есть тенденция это забывать, но надо напомнить, что все наши митцвы, которые мы делаем, мы Всевышнему помогаем, мы ему молимся, мы делаем митцвы, мы соблюдаем кашрут, мы соблюдаем, и все думают, что прям-таки Всевышний нам очень много должен, теперь нам Всевышний большой должник. Если вдуматься, сам факт, что нам дали жизнь, и слава Богу, более-менее, если тело более-менее работает, и на хлеб с маслом хватает, и есть крыша над головой, так вот вам и платят. Собственно говоря, кто это все сделал? Всевышний дает, каждый день, мы каждый день благодарим его за это, каждый день, когда даже сейчас сходил в туалет, он должен поблагодарить, что тело, слава Богу, работает. Но на самом деле, это и есть, вот все, человек по заслугам получает. Если человек показывает, что ему, то, что жизнь в этом мире не самое главное, для него не главное поесть, покушать, поспать, отдохнуть, у него есть более важные вещи, да, Всевышний должен ему дать что-то другое. Но если Всевышний смотрит, что человеку главное поесть, покушать, так пожалуйста, он ему дает тогда трехразное питание в этом мире, и тогда, получается, ему запутали за мист, так Пинхас, вернемся к Пинхасу, Пинхас, которому Всевышний все давал, и Пинхасу все было хорошо, Пинхас был знатного рода, но теперь, когда Пинхас показал, что он рискуя жизнью, ради Всевышнего, он рискнул своей жизнью, он подставил себя, прям подгадал, там написано, что произошло 10 чудес, поэтому Пинхас не погиб. Но когда Пинхас показал Всевышнему, что для него самое главное не жизнь, а для него главное это все-таки служение Всевышнему, когда Всевышний должен ему дать более заслуженную награду, и тогда Всевышний ему дает награду, что теперь у него есть возможность служить Всевышнему, как Коин. Каждый человек на самом деле, человек должен немножко определиться, это не просто, это только, когда человек задумается, иногда надо определиться, ради чего мы живем. Просто задуматься, они знали определиться. Иногда стоит задуматься, ради чего действительно мы пришли, в этот мир, и чего мы живем. какой смысл, какие у нас приоритеты или у нас приоритеты, где покушать, где поспать есть более высокие вещи более высокие материи и в зависимости от нашего направления Всевышний тоже к нам относится точно так же, как мы смотрим на этот мир на самом деле интересно если продолжать эту идею с Пинхасом есть интересная гемора гемора приводится в Масаде Хадига сразу предупреждаешь что сама гемора, интересно, немножко она тяжелая для воспринимания и как многие геморы, мы не до конца ее, может быть, понимаем, но и рассказывается история история такова, что один из мудрецов он встретил ангела смерти ничего страшного, просто случайно встретил ангела смерти и он видит следующую историю что ангел смерти должен был ему заказали, ангел смерти тоже интересная история, знаете Всевышний, кто-то там я не знаю, кто у него заказывает ангела смерти ангел смерти сказали, что надо привезти Мирьям сказали, какую Мирьям и интересно, что ангел смерти ошибся поэтому я сразу сказал, что как это ангел смерти ошибся, никто Мирьям взял сама гемора на самом деле задает вопрос, как это это не часть нашего урока чтобы мы долго-долго его не видели не встречали чтобы он был, как на языке говорят, далеко от нас. Но ему он рассказывает, что ангел не ту Мирьем взял. Ангел ошибся и взял не ту Мирьем. То есть он взял с этого мира, привел с Мирьем, то есть что еще привел? Ну и убил. Он привел Мирьем на тот свет. Ему говорят, ой, ошибка получалась. Получается ошибка не ту Мирьем. Ну, нет проблем. А тогда ангел смерти пошел взять правильную Мирьем. Но раз уже первая Мирьем пришла, Оттуда не возвращаются. Есть тоже исключение, но обычно изтуда не возвращаются. И там Гимору задает вопрос, как такое может быть, как эта ошибка произошла. Это интересно, Гимору. И потом Гимору задает вопрос, для чего всю эту историю я привел. Гимору задает вопрос, да, но первая Мирьем, получается, она покинула мир раньше времени. Первая Мирьем, она же не должна была покинуть мир. Так что делают теперь со всеми непрожитыми годами? У нее как бы есть еще в банковском счете, если так можно сказать, у нее еще есть кредит. Она же не дожила. Так что куда девать теперь эти годы? И тут Гимору говорит очень важный момент, что если есть какой-то, Талмин Хохам, какой-то ученый, который учит Талмун, который умеет молчать, который иногда, есть такое понятие, он сдерживает свои чувства. Что это значит? Когда человек хочет что-то сказать, когда человек хочет что-то ответить, когда человек хочет отомстить. И если этот человек сдерживает свои желания и не отвечает, так он получает бонус. Он получает те годы, он получает те годы жизни, которые, по всему виду Гимору приводится, что такие истории бывают. Да, есть какой-то, наверное, процент ошибки, когда ангел смерти ошибается. И все те потерянные годы, можно говорить, получат те, которые себя контролируют, они получают этот бонус. То есть тоже интересно, Гиманович, иногда человек очень хочет что-то ответить. Что-то кому-то по заслугам. Опять-таки мы не говорим о ком-то, который просто наглый, плохой, просто любит кому-то навредить. Человек действительно по заслугам хочет кому-то, кто-то его действительно обидел. И бывает такое. Я уверен, что все мои радио и телеслушатели испытали на своей жизни и не раз. К сожалению, бывает в истории, когда вам кто-то что-то говорит и напрашивается, ему сказать, ты посмотри на себя, что и вы молчите. Или вы хотите что-то сделать. Вы хотите, и вы молчите. Вы никогда не знаете, что вам взамен могут дать. Идея такая, что человек, опять-таки человек, он идет вопреки законам природы. То есть эту идею мы несколько раз обсуждали в наших уроках. Когда человек как бы ломает законы природы, тогда Всевышний ломает законы природы ради него. Поэтому он заслуживает бонус. Ему определено было на небесах 120 по всему, в лучшем случае. Ему дают теперь бонус. Теперь Пинхас. Что Пинхас сделал? Пинхас, как я уже упомянул, он как бы пошел против законов природы. Простой, ну, по законам природы, как мы созданы, у нас есть чувство самозащиты, чтобы не поставлять себя. И тут человек идет и рискует своей жизнью ради Всевышнего. Он пошел ради Всевышнего. Значит, Всевышний должен ему, не то, что должен, но Всевышний так работает, что Всевышний ему дает теперь как бы бонус. И в один из учеников Хасамсоев разнаменитый, его звали Марамшик. Марамшик, один из знаменитых великих рабинов второй половины девятнадцатого века. И он говорит, смотрите, ведь умерло от этого несчастья 24 тысячи людей. Теперь каждый из них, даже если вы подумаете, что если даже они на год раньше умерли, не знаю, сколько они должны были жить, но для этих тысячи людей, которые умерли преждевременно и по заслугам, куда-то же должны деть теперь все эти года, говорит Марамшик, Пинхас, который рискует жизнью, он заслужил все эти года. Теперь происходит очень интересное. Медеш говорит, довольно-таки знаменитый Медеш, Медеш говорит, что Пинхас и Элийогу, Элияу Ановин, это один и тот же человек. Есть, кстати, спорное мнение, есть, не все так считают, есть разные мнения мудрецов, но очень многие считают, что Пинхас и Элийогу, пророк Элийогу, который должен нас, вот-вот, мы надеемся, каждый день, мы молимся, нас оповести, что приходим и шеях, так Пинхас это и есть Элийогу. Элийогу никогда не умер. Элияу, пророк Элияу, никогда не умер, он живым, поднялся на колеснице на небеса, и он до сих пор жив. Это человек, который, в тексте наезде написано, что все согласны, что он никогда не умер. Вопрос, или у него статус ангела, у него статус человека, он никогда не умер. Так Пинхас в будущем, он становится Элияу, есть разные намеки на это, как он это заслужил, наша недельная глава, он пошел вопреки законам, своего, законам природы, и он получил все те потерянные года других. Опять-таки, в реальной жизни никто мне обещает, понимаете, вчера начнет так каждый у людей по дням, по годам забирать, у других тоже нехорошо. Я не буду преподавать такие вещи, что стараться, наоборот, когда вам что-то говорят, вас обижают, вы ему скажете, а, вот я сейчас промолчу, чтобы ты знал, что твои года теперь мне идут. Само собой разумеется, ты никогда не уверен, мы не знаем, что происходит, мы не знаем все вещи, которые происходят на небесах, кто, кому, где, когда. Что мы, да, знаем, что очень полезно и очень хорошо, когда вам ваше законы природы, ваше тело, ваше простое нутро, как говорится, говорит, что-то сделает. По-простому, простые люди. Как бы поступил простой человек, простой человек, когда, знаете, когда ему на мозоль наступили, есть простая реакция, когда вам наступили, значит, соответственно, в зависимости от ваших какой у вас уровень, что вы скажете, каким тоном вы скажете, когда вам на мозоль наступили, да, какая у вас будет реакция, но более-менее все как-то, какая должна быть реакция. Когда человек не реагирует, он даже не представляет, насколько он получает заслугу. Вот пример этот Пинхас. Еще интересный момент, тоже он бросается, очень бросается в глаза. В прошлой недельной главе, когда произошла эта история, когда Пинхас убил, не написано, кого он убил. Там просто написано без подробностей, что евреи находились в Шитим, народ начал заниматься распутством, и кланялись к богам, бог разгневался. Там написано, что Пинхас убил еврея, написано, и пошел за израильтянином шатер, и пронзил их обоих. Написано, что Пинхас пошел среди общества, взял копье, и он убил вот этого израильтянина, в данном случае имеется еврея. То есть слово израильтянина на самом деле израильтянин в Торе, когда израили имеется в виду что-то возвышенное. У евреев есть два имена, на самом деле, Исраэль и Яков. Яков это более-таки низкое имя, это пятка, Яков. Исраэль, это наоборот, там есть Алла Палам, это более возвышенное имя. Интересно, что этого грешника, из-за которого все это произошло, мы называем израильтянином, израили. Но Пинхас его промкнул. Кто он был, неизвестно, израили. Все. В нашей неделе начинается история, что Пинхас теперь, Пинхас был сын Аарона, потомок Аарона, внук Аарона, я теперь ему дам большую награду. Награду. То в конце говорят, о, вы, наверное, все ждете, кто же это был. А, так и приводится, что убитый вместе с Медьянкой, это был, это Зимри, это был Зимри, вождь великий человек согрешил. И эта Медьянка, она была дочка Цура, главы племен, отчих, это был царь, один из царев Медьянских. То есть это была одна из принцесс. А так, между прочим. Я тут рассказал очень интересный пример. Так, это такой пример, ни в коем случае не ловите меня на слове. Представьте себе, типа, или в газете статья, или по радио объявили, что вы знаете, в каком-то банке. В банке произошел какой-то афроамериканец, пришел афроамериканец с пистолетом, хотел обократь, он хотел забрать деньги в банке, обократь банк. И какой-то еврейский парнишка его толкнул, выбросил пистолет, все спас, все замечательно. Там какой-то афроамериканец, еврейский парнишка, все напечатали в газете и сказали, что еврейский парнишка, поблагодарили его, полиция, соответственно, города, поблагодарили еврейского парнишка за то, что он спас банк. Потом через неделю пишет, о, вы знаете, на прошлой неделе мы вам писали про афроамериканцев, так это был Барак Обама. Опять-таки, ни в коем случае, это только пример, и никто никого не имеет в виду. В коем случае. Но она про афроамериканцев. Так представьте, это то, что здесь пишут. Сначала нам рассказывают какую-то историю. Непонятно, да, какой-то парниш, какой-то еврейский парень, израильский, какой-то израильский, израильтян, какая-то медьянка. Ну ладно, он их убил. Ну, наши недельные главы лишь только под конец это говорят. Чего сразу не сказали. Есть много разных объяснений. Одно из них, которое я хотел бы упомянуть, что если бы Пинхас смотрел, кто был он, кто была она, он бы никогда это не сделал. Если бы он начал думать, такой великий человек, наверное, он знает, что он делает, как-никак, и что люди скажут. Вообще, может быть, международный скандал. Вы что, я, понимаете, убью эту медьянку. Она же непростая медьянка тоже. Это же принцесса, будет международный скандал. Что скажут, что мне сделать. Может, нужно промолчать. Он таки пошел спросить Моиша. Интересно, он пошел спросить Моиша. Моиша сказал, в такой ситуации ты можешь делать то, что ты хочешь. Там интересный момент. Но если я Пинхас смотрел, кто и где, когда он мог, действительно, никогда это не сделал, Пинхас этого не видел. Пинхас видел грех. Пинхас видел, что человек, он гневит Всевышнего. Это отдельная тема, почему ты такой страшный гнев, почему Всевышний так гневится. Но мы видим, это факт. Чтобы это не можно отрицать, не отрицать. Не важно, что люди думают. Мы видим, что в Торе написано. Человек, который делает это грех, это страшный грех, который гневит Всевышнего. И Пинхас не обращал внимания, кто, где, когда мы видим, что это гневит Всевышнего. И ради Всевышнего он это сделал. Раз уже пошла тема, почему такой страшный грех. В буквально двух словах некоторые комментарии говорят, что даже когда человек грешит, знаете, когда грех находится внутри семьи, внутри семейные ссоры. Между собой дома кто-то поссорился, посуду разбили. Ну, можно договориться. Поэтому даже когда мой Шеробейн разбил скрижали, мы вчера постились. Не знаю, когда мой урок выйдет. Но на днях мы постились. Почему? Потому что мой Шеробейн разбил скрижали. Был золотой телес, разбили скрижали. Страшно. Страшный грех. Мы простимся уже сколько лет. Но со Всевышним договорились. Всевышний так сильно гневился. Мойша вымолил. Здесь, в нашей недельной главе написано, что если бы Пинхас не остановил его, написано, что Всевышний говорит, я не убил весь еврейский народ. Спасибо Пинхасу, что я не уничтожу еврейский народ. То есть, если бы не Пинхас, он бы его уничтожил. Так, вообще же Пинхас. Он говорит, разница, когда мой Шеробейн разбил скрижали, была внутри семейная ссор. Всевышний – это наш папа. Мы его дети. И когда внутри семей там очень плохо, действительно, мы некрасиво повели себя, но со Всевышним можно договориться, внутри семейная ссор. Когда еврей идет за пределы своей семьи и грешит уже там, это же другое, другое, как бы, мировоззнание, это другое, и тогда Всевышний больше гневится. Не так важна причина, но важно, что Пинхас, единственное, что дало ему мужество, это когда он не смотрел на великие чины, кто был этот великий вождь, он просто увидел, что надо остановить что-то страшное, и это то, что он сделал. Если продолжать недельную главу, я, когда готовился к этому уроку, я специально выбрал несколько моментов следующих, которые связаны, поскольку сейчас мы находимся между двумя постами. Есть пост 17-го Томуза, есть пост 9-й Ава, это в еврейском календаре называется Бен Амитсарим, то есть, такие печальные три недели. Я хотел выбрать специальные моменты недельной главы, которые косвенно связаны с этим. Обычно эту главу читают именно, она выпадает здесь, между тремя, вот на эти три недели. И один момент, это написано здесь, что пришли к Мойши Рабейну, дочери Славхана. Целая история, большой спор, кто был этот Славхан, кто-то из умерших евреев, у него было пять дочерей, не было сыновей, и эти дочери пришли к Мойши Рабейну, написано, что они были дочери Славхада, сына Гелада, сына Махира, сына Минаши, и семейство Минаша, сына Иосифа. То есть, Тора, мы знаем каждое слово Тора, это на вес золота, специально посчитали все поколения, аж до Иосифа. И они пришли к Мойши Рабейну, с претензия, они говорят, наш папа погиб в пустыне, и получается, сейчас все евреи попадут в Израиль, уже мы вот-вот должны пойти, и наш папа, получается, не получит удела в Святой Земле, поскольку у него нет сыновей, и они думали, на тот момент еще не дали точных законов, поэтому они думали, что дочь вообще не получает никакого наследства, они пришли с претензия, если мы хотим тоже удел в Святой Земле, подчеркивается, что они это попросили, потому что они любили Святую Землю, интересно подчеркивается, что они не столько просили, что из-за денежных проблем и так далее, на самом деле, они ведь могли выйти замуж, тогда их мужья бы что-то получили в Святой Земле, ничего страшного бы не было, но подчеркивается, поскольку они были внучки, правнучки Иосифа, а Иосиф очень любил Эрис Исраэль, поэтому Иосиф завещал себя похоронить именно в Израиле, Иосиф перед смертью специально он заклял тоже братья, чтобы его похоронили в Израиле, так это передалось, его и Иосифа любовь к Эрис Исраэль, к Святой Земле, передается через несколько поколений его правнукам, что они тоже любили Эрис Исраэль, очень интересно, когда человек, мы никогда не даем себе отчет, что наши положительные, хорошие качества, если они действительно становятся частью нас, мы действительно можем это даже передать последующие поколения. К сожалению, иногда бывает наоборот, тоже люди передают, мы надеемся, что это не происходит, но здесь мы видим, что именно любви, и здесь приводится, что именно любовь к Эрис Исраэль, почему именно это то, что мы читаем на наши три недели, на мой взгляд, тоже это не просто совпадение, что нам пытаются, недельная глава нам пытается напомнить, что люди, где бы мы ни жили, если веи, которые живут в Диаспоре, если веи живут даже в самом Израиле, но даже люди, которые живут в Израиле, есть такая вещь, как просто жить в Израиле, может быть, Исраэлей, есть такая вещь, как именно любовь к земле Израиля, не обязательно к стране, мы не говорим политически, экономически, есть просто природное у евреев, все годы, уже последние тысячи, тысячи лет, у евреев была природная, природная, от Бога, любовь к Эрис Исраиле, когда евреи, евреи, где бы они не находились, они всегда молимся в сторону Эрис Исраиля, мы молимся, сколько молит, мы просим Эрис Исраиля, когда мы даже покушали, казалось бы, человек покушал, немножко кусок хлеба съел, я надо поблагодарить Бога, у Венеи Иерусалима молимся за Иерусалим, так здесь, опять-таки, учитывая, что мы находимся вот в эти три недели, когда мы оплакиваем, что у нас нету храма, даже Эрис Исраиль, даже в самых таких оптимистических взглядах, все-таки это не та Эрис Исраиль, которая должна быть, даже если очень оптимистически на это смотреть, как все здорово, как все прекрасно, но опять-таки, все-таки храма нету, все-таки, и все-таки жизнь все-таки в Эрис Исраиль не совсем по законам Тора, как минимум, давайте скажем так, поэтому наша глава, мы видим, что вот эти девушки, эти пять дочерей, слов, у них была именно любовь, Сраиль, нам надо тоже напомнить, где бы мы ни жили, надо себя культивировать именно эту любовь, в двух словах тоже, у нас уже пошла тема, тоже интересный, этот интересный закон, очень многие его или не знают, или не дают отчет, когда в семье есть и дочери, и сыновья, семья большая, маленькая, неважно, есть даже только два ребенка, дочка и сын, по законам Торы все наследство идет только мальчикам, неважно, сколько мальчиков, то есть мы, если там пять мальчиков, если один мальчик и десять девочек, то все это один мальчик получает, один сын, то есть по законам Торы дочери не получают наследство, они будут, даст Бог, замуж выйдут, они получат, и по законам Торы они не получают наследство, очень интересно, что очень многие люди пишут разные завещания, И просто надо знать, опять-таки, что мы долго-долго жили, но завещание, которое не написано руководством какого-то капитетного раввина, очень часто не имеет силы с точки зрения ТОР. Теперь вы мне скажете, кто-то не может сказать, ну, мои дети, его дети, там им не до ТОР. Я вам скажу по секрету, если у кого-то дети, они не будут соблюдать законы ТОРа, так они не будут слушаться завещания тоже очень часто. Поэтому если человек хочет действительно, чтобы его завещание, чтобы мы опять-таки долго жили, было с точки зрения ТОРа, надо руководством какого-то раввина, потому что если детям пишут, например, чтобы мальчики и девочки поделили поровну, люди имеют право это написать, но просто там есть разные моменты, как это делается, что это делается. Наверное, вы слышали уже эту шубку, когда пожилой еврей ему говорят, ну, Изя, как у тебя слуховой аппарат, я слышал, сделали? Или как у тебя слуховой аппарат работает? Он говорит, замечательно, слуховой аппарат просто замечательный. Я уже свое завещание три раза изменил. Поэтому, чтобы мы только об этом смеялись, но просто надо иметь в виду, что иногда бывают неприятные ситуации, когда люди завещают одно, пишут другое, и потом происходит, что с точки зрения ТОРа, эта бумажка не имеет силы, потому что если противоречить, это завещание противоречит законам ТОРа, соответственно, оно аннулируется. Опять-таки, чтобы мы об этом только смеялись и долго жили. Следующий момент, после этого, Мойши Рабейн говорит Богу. Непонятная фраза. Обычно в Торе несколько, много-много раз приводится, и говорил Всевышний с Мойши говоря, и говорил Всевышний к Мойши. Обычно к Мойши Всевышний обращается здесь, и говорил Мойши Богу так. То есть та же самая фраза, которая обычно, Вейдабер Мойши Эл-Ашем Лейма. Обычно, те, кто знает немножко Тору, всегда Вейдабер Ашем Эл-Мойши Лейма. Плассическая фраза, наверное, одна из самых распространенных фраз в Кумыше. Вейдабер Ашем Эл-Мойши Лейма. Говорил Ашем к Мойши, сказав. Не так. А тут фраза наоборот. Вейдабер Мойши Эл-Ашем Лейма. То есть Мойши обращается к Богу, и он как бы говорит, как бы пробил с одной стороны просьбу, с другой стороны он ему указывает, если так можно сказать. И говорил Мойши, назначь Бог Всевышний человека над обществом. Мойши понял, что он покидает мир. То есть он об этом знал. Сейчас уже недели землю Израиля. И Мойши видит, что вот-вот уже мало времени остается. И он с одной стороны просит, с другой стороны говорит Всевышнему, чтобы Всевышний назначил руководителя еврейского народа. Он не хочет оставить еврейский народ, написано, чтобы это не было как пас стада без пастуха. И он просит Всевышнего назначить нового пастуха для еврейского народа. Причем написано, который должен быть человек, назначить человека, который выходил бы перед ними, который входил бы перед ними, который выводил их, который следил за... Как пастух, хороший пастух, он за каждой овечкой следит, за каждой овечкой он бережет, она у него каждая на счету хороший пастух надо назначить, чтобы был такой царь царь, отношение к царю царя к евреям, еврейского царя нужно было как любящий пастух к овцам интересно, у меня просто совпадение именно вчера мне тут рассказал интересную историю как недавно отмечали, я не знаю вы отмечали, но в Англии отмечали 70-летие королевы она на троне уже сидит 70 лет ей уже хорошо за 90-х но ей отмечали 70 лет, что она королева самая длинная в истории Великобритании 70 лет ей отмечали, и был огромный парад и так далее и спросили ее внука принца Генри так его спросили какие ваши чувства насчет королевы, и он сказал что она никогда не была моей бабушкой она как бы была моим боссом очень интересная фраза родной внук про свою бабушку если он говорит, что у меня как бы жалко принца Генри не знаю, у него не про кого сказано никогда не было нормальной бабушки так он сказал, что она всегда была боссом она была, ну, ваше превосходительство так очень интересно я вчера мне тут это рассказал я тут все не подумал в нашей недельной главе написано что наш царь в отношении только к своим детям в отношении к еврейскому народу он должен быть как пастух копца как любящий как любящий пастух интересно, что некоторые говорят что то же самое в наших взаимоотношениях со Всевышним с царем и даже со Всевышним Всевышнего тоже мы говорим, что он о Вину Малкаину то есть, с одной стороны Всевышний тоже босс надо не забывать и царь тоже во времена когда были цари они тоже были боссом царь руководил еврейским народом царя были свои права царь мог казнить кого-то царь мог кого-то лишить имущество у царя были у еврейского царя были огромные права кстати, эти права значительно-значительно выше чем права которых есть у Элизабеты II но тем не менее царь должен быть любящим царем который был как пастухом еврейскому народу наш Всевышний тоже Авину Малкейну наш царь хоть он и Малкейну но он тоже Авину он наш Авину он наш отец в первую очередь поэтому тоже интересно взаимоотношения между евреями и ихним царем тоже стоило упомянуть опять-таки нас три недели а в этом никто даже не думает чего у нас не хватает сейчас мы думаем что вот в Израиле очередной раз нет нормального правительства очередной раз будут выборы и так далее евреи в идеале должны жить при хорошем царе целая история была как евреи получили царя царь Шауль царь Давид но в случае по плану еврейский народ должен жить во-первых верить Исраиль то что мы упомянули и еврейский народ должен жить это должна быть действительно монархия действительно хорошая кошерная монархия это царь который кошерный еврейский царь который написан у него есть специальная митзва много раз это упоминается у него есть митзва написать две два свиткоторы две сэферторы у каждого еврея на самом деле есть митзва написать свитокторы у царя есть митзва написать еще один свитокторы а был мини-маленький свитокторы который он носил у себя на шее как талисман чтобы все время он мог напомнить кто он такой еще интересный закон про царей опять-таки я не думаю что кто-то собирается сейчас подать заявление стать царем но интересно что у царей мы знаем что в шмана и сре мы кланяемся в двух друг благословления первое благословение мы кланяемся в начале и в конце когда мы говорим баруха то аше в конце баруха то аше магай навро потом еще раз кланяемся к концу ближе когда мы говорим мой дым мы кланяемся и еще раз а то и в шимхо лохоной логи значит евреи кланяются сейчас четыре раза мы кланяемся в шмана и сре Написано, что Коин Гадо, главный Коин, кланялся на каждое благословение. А царь, когда молился, он становился на колени, и всю молитву, он как бы падал ниц, и так он всю молитву молился. То есть, когда он молился, он молился полностью, начиная от начала и до конца. Почему? Чтобы он не был слишком гордым. Потому что, когда он действительно, видел, у него, возможно, разыграться большая гордыня, он действительно царь. Всевышний, это Всевышний. И поэтому, когда он молился шманаэсраем, он падал ниц, и полностью шманаэсра так молился. Интересно, гемора приводит, что если простой, если можно сказать простой смертный решить так сделать, ему говорят, ну-ну-ну, это не для тебя. Ему мы говорим непростым людям. Почему? Потому что, наоборот, получается, наоборот, наглость. Как будто человек говорит, я почти как царь. Знаете, если человек придет сейчас в синагогу, и начнет шманаэсраем молиться вот так на коленях, головой вниз, ему скажут, извините, может, вам надо другое заведение. Здесь так не молятся, потому что он не царь. Да? Но царь, настоящий царь, он должен был молиться, потому что у него должна быть скромность, он должен не забывать, что он не его великое преосвященство и так далее. Он пастух, который назначен Всевышним, и он пастух евреевского народа, который за каждое отвечает. И сейчас он разговаривает со Всевышним. Опять мы должны вспомнить, чего нам не хватает, и молиться, когда мы молимся о Машиахе, мы молимся не только, что вот придет Машиах, все будет здорово, все получат бесплатную поездку в Израиль, мы молимся, чтобы у нас была вот эта кошенная, если так можно, кошенная иерархия, и чтобы у нас был царь. Еще один момент, тоже под конец недельной главы, приводятся все жертвоприношения, праздничные жертвоприношения. Тоже своеобразно, что почти всегда это выпадает. Именно те недели, которые мы оплакиваем храм, нам тут рассказывают все жертвоприношения, которые мы не можем, к сожалению, привести. Если вы помните, в молитве Мусав, когда мы молимся, в субботу, например, мы молимся о молитве Мусав, мы просим Всевышнего, потому что, к сожалению, мы не можем принести тебе жертвоприношение субботнее, дать, пусть твоя будет воля, чтобы мы смогли его принести. И когда мы на Рож taco дожмолимся, когда мы налигой праздник, мы просим то жертвоприношение, которое у нас сейчас нет możliwości принести, дай нам удостоиться, чтобы мы дожили. Но первое жертвоприношение, которое приводится, это непраздничное, самое жертвоприношение, это тамит, постоянное жертвоприношение. Кстати, тоже мы постились недавно. Одна из причин, что перестали его приносить, вот это приношение постоянное, в храме приносили каждое утро, каждый вечер. Оно так и называлось. Хорбан-тамит. Постоянное же это приношение. И там, когда оно приводится, написано, что оно должно приноситься, как оно приносилось на горе Синай. Очень интересно. Почему тут гора Синай? Надо ему принести. Как его сделали на горе Синай, так его надо приносить. Очень интересный комментарий, говорят. Кстати, урок. Каждому еврею, который, к сожалению, храма нет, но мы пытаемся служить Богу. Молитва – это служение Бога, это наше время вместо храма. Есть другие моменты, как мы можем служить Богу. Так, есть два урока от этого жертвоприношения. Во-первых, постоянство. Есть такие люди, они могут. Сегодня, вот мы, сегодня я рано утром встану, я надену пилин, я буду все соблюдать. Я все, такой, у меня порыв. Мы только вечером успокоились, все, забыли. Вернулись в исходное положение. Это тоже хорошо. Опять-таки, каждое место засчитывается. Даже человек, даже на пять минут, он на пять минут проснулся, очнулся. Баруха Шен, кто-то не забирает. Человек должен работать над своим постоянством. Надо и каждый день. Тяжело, именно каждый день это тяжело. У евреев нет такой вещи, что, знаете, раз в неделю я пойду в синагогу, или там раз в год и так далее. Надо каждый день, три раза в день мы молимся. Мужчин, как минимум. Надо каждый день делать наши миссии. Надо весь миссию учить Тору. Ну, те люди, есть люди, которые, например, учат Дафьёйми. Прекрасная вещь, значит, придумали. Сейчас десятки тысяч людей, каждый день они проходят страницу Гимон. Это постоянство. Каждый день. Не важно, тяжелый день, легкий день. Не важно, девятая ава перед Песахом. Каждый день они проходят страницу. Я не знаю, что они должны это пройти. Рабицкий Зилбер, захороненный враг, великий русский раввин, он рассказывал, что когда он жил в Казани, даже когда он жил в Казани, у него было правило. Он каждый день учился, я не помню, или два, или два с половиной часа. У него было правило. Каждый день должен был учить Тору, как минимум, два или два с половиной часа. И он знал, что если какой-то день у него не удалось, значит, на следующий день он должен это компенсировать. Если сегодня он учился только час, значит, завтра ему надо будет компенсировать это. Постоянство. Каждый день. С другой стороны, есть еще один важный урок. Как оно происходило на горе Синай. На горе Синай – это когда первый раз еврейский народ, как народ, принес общественную жертву от всего еврейского народа. Это был, конечно, ажиотаж, было приятно. Мы сейчас… Представьте, когда у нас Бог придет в Мошех, когда весь еврейский народ соберется в Иерусалиме, все мы там будем, и вот, наконец-то мы увидим в храме, увидим, как это дымает, это будет замечательно. Это первый день, потом второй день, третий день, и знаете, ажиотаж он потихоньку… Привыкаем уже еще раз, еще раз. Тринадцатилетний парнишка, первый раз он надевает филин. Какая радость. Потом еще раз, еще раз, потом этот филин непонятно где валяется. Теряется это. Так Тора приводит, что вот это постоянное же это приношение надо приносить так, как его приносили на горе Сина. Точно так же, как на горе Сина первый раз, когда вы его принесли, вы его принесли с воодушевлением и с радостью, с огромной радостью. Каждый день. Надо, с одной стороны, чтобы было постоянство, но с другой стороны, надо, чтобы оно было ново и свежо все. Поэтому еще раз, уроки, это тоже, кстати, я хотел перед девятым ави все эти законы. То есть вот эти три момента, которые я хотел упомянуть из второй части нервной главы, это любовь к Эрец Исраэль. Где бы вы ни жили, вы живете в Израиле, вы живете в диаспоре. Любовь к Эрец Исраэле, и к земле Израиля, желание, надо просто попросить Бога, чтобы нас туда вернули. Второе, это что у нас надо не забывать, что у нас нету мэллаха, правильного мэллаха, мэллах, который нас любит, и который у нас как пастух. И третье, у нас нету же вероприношения. Все эти вещи, которые мы должны все-таки вспомнить, одуматься. И интересный момент, я хочу на этом закончить урок. Мешкан. Все, наверное, слышали слово мешкан. Мешкан. Есть храм. Храм это на иврите, это бет амикдаш. Есть мешкан. Так мешкан, однокровенное слово мешкан, это машкон. Мешкан, это наши израильские слушатели, я уверен, знаю, что такое мешканто. Да, мешканто. Мешкан в языке гемора, машкан это залог. Так, комментарии говорят, Раша приводит, что почему мешкан, это очень похоже на мешканто, потому что Всевышний взял, мешкан у нас забрал, за плохое поведение, это как бы залог. Когда вы вернете, что это залог? Вы мне что-то должны. Я кому-то дожил деньги. Я взял в залог вещь. Когда он мне вернет долг, я ему верну эту вещь. Всевышний забрал у еврейского народа мешкан и храм. Взял он. На самом деле, он не то, что его разрушат полностью, что никогда его не будет. Возврата шанса Божьей помощи, он его восстановит скоро. Но он ждет, пока мы вернемся к нему. Когда мы вернемся ко Всевышнему, он нам вернет, эту мешканту. Комментарий задает вопрос из правил. Что есть вещи, которые вы не имеете права брать в залог. Когда у вас кто-то одалживает деньги, кто-то у вас одолжен, например, деньги. И он не отдает. Вы приходите и говорите, слушайте, надо дать мне что-то в залог. Так нельзя брать у бедняка вещь, которая ему должна быть для каждодневной жизни. Если там переводится, например, жернование забрать. Жернования ему нужны для каждодневной жизни. То есть есть запрет брать у бедняка важные вещи. Еще один запрет. Надо возвращать, если вы взяли на него дневную одежду, вы утром должны ее вернуть. Вечером вы можете обратно себе забрать. Но днем, когда она ему нужна, вы обязаны ему вернуть. То есть на самом деле, если она ему нужна, вы обязаны ему возвращать. Это правило. Это в Торе написано правило залога. Когда этот вопрос получается Всевышний не работает по правилам. Он у нас забрал храм. И по идее, если нам храм нужен, тут написано в нашей дневной главе, каждодневное приношение, то каждый день нам нужен. Есть, которые говорят, что это показывает, что мы не чувствуем, что он нам очень нужен. Если бы он нам был очень нужен, по-другому бы все было. Но один комментарий говорит, очень интересно. Если вы посмотрите недельную главу про Машканту, там продолжается, что если вы не будете бедняку возвращать этот залог, он ко мне заплачет, и я услышу его молитву. Всевышний говорит, что тот бедняк, у которого забрали Машканту, забрали вот эту Машканту, забрали у него вот этот залог, и он мне ко мне молится, я услышу, я обещаю, я услышу его молитву. Всевышний то же самое. Всевышний просто ждет, когда мы просто его попросим. Может быть, даже мы не заслуживаем. Никто не знает, что мы заслуживаем, как мы заслуживаем. У евреев на самом деле есть очень много заслуг. Но очень возможно, что Всевышний просто ждет, что мы хотя бы попросили, что мы хотим вернуться в Эрис Исраэль, что мы хотим, чтобы у нас были жадоприношения, что мы хотим, чтобы у нас был Мелла Хамашиев. Если мы действительно в эти дни, в преддверии 9 авгу, у нас еще до 9-го много, две с половиной недели осталось, если мы правильно попросим, дай Бог, чтобы Всевышний действительно, как Он пообещал, услышать наши молитвы, чтобы мы действительно узрели все вещи, которые Он нам обещал. Спасибо за внимание. И в этом году в Иерусалиме.